МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня в Министерстве иностранных дел России прошла презентация Чувашской республики для иностранного дипломатического корпуса. В мероприятии приняли участие дипломаты из 96 государств, члены Совета Федерации, депутаты Госдумы и другие. Была развернута выставка, на которой представлена современная Чуваша и известные люди, прославившие республику. Гости оценили блюда чувашской кухни, познакомились с национальной одеждой и песенно-танцевальным и обрядовым фольклором в исполнении коллектива «Севал». Подробнее в нашем завтрашнем выпуске. Экологически чистый вид транспорта уже не первый год шлет сигналы бедствия. Чебоксарское троллейбусное управление работает в убыток и имеет большие долги. О вариантах спасения предприятия в нашем сюжете. 45 миллионов рублей убытков за три месяца. Перевезенных пассажиров чуть более 13 миллионов. Показатель за этот период меньше прошлогоднего. Не помогло пока даже и увеличение стоимости за проезд. Статистика, связанная с внедрением системы безналичной оплаты, более позитивная. Доля пассажиров по безналичной оплате проезда составила 21,7%. В том числе в марте она увеличилась до 40%. И хотя воручка предприятия возросла, в целом на ситуацию это не повлияло. Оптимизация тоже не дала ожидаемого результата. Большие траты предприятия на электроэнергию. Одна из мер – запуск новых троллейбусных маршрутов в районах Садово и Новый город. Шанс на спасение появляется и с возможным сокращением ряда коммерческих маршрутов. Заканчиваются договора на перевозке по 7 маршрутам. Это 60-й, 60-й К, 48-й, 49-й, 51-й, 56-й, 59-й. В мае этого года нам нужно сегодня понимать, сможете ли вы обеспечить перевозку пассажиров с учетом сокращения автобусов малой вместимости или с учетом сокращения маршрутов. В столице продолжится анализ и межмуниципальных маршрутов. Во многом они дублируют городские. Окончательные решения будут приниматься с учетом мнения жителей города. Об оптимизации маршрута транспортной сети города говорили давно. Эксперты Санкт-Петербургского НИПИТРТИ уже подготовили предложения. Их обсудят в ближайшее время. Татьяна Леонтьева, Игорь Зверев, Республика. Заместитель председателя Кабинета Министров Чувашской Республики, министр финансов Светлана Енилина удостоена благодарности министра финансов России. Высокую награду ей вручили на расширенном заседании коллегии Минфина страны, которое прошло в Москве. Лучшие из лучших в своей профессии. В Чебоксарах назвали имена победителей шести республиканских конкурсов педагогического мастерства. Кто завоевал почетные титулы, знает мой коллега Дмитрий Ковалев. Пока участники конкурса томились в ожидании результатов, их ученики провели балом. Для своих педагогов ребята подготовили немало сюрпризов. Живая музыка в исполнении школьного оркестра, песни об учителях и вальско-детов. Уже на сцене финалистам вручали заветные дипломы. В каждой из номинаций выбрали по пять лауреатов. Именно они боролись за звание лучшего из лучших. В этом году в профессиональной эстафете соревновались более 500 педагогов. Конкурсанты проводили открытые уроки, классные часы, выступали на педсоветах и защищали образовательные программы. Работы участников оценивали не только члены жюри, но и ученики. Финалисты признаются, чтобы одержать победу, было необходимо выложиться на все сто. Волнение у победителей, у лауреатов позади. Я хочу выразить слова благодарности всем вам за то, что вы на самом деле очень инициативны. Потому что без инициативы ничего не происходит. Чем больше инициативных, неравнодушных людей, тем больше поверь. Я признателен вам за то, уважаемые учителя, воспитатели с большой буквы, за то, что на самом деле вы даете нашим ребятишкам, школьникам фундаментальные глубокие знания. Наша задача – воспитать созидателя, а не потребителя. Имена педагогов года организаторы держали в тайне долго. Право распечатать конверты предоставили главе республики. Интрига сохранялась до последнего. Пусто здесь. Бумага белая, на самом деле ничего нету. А есть, оказывается. Татьяна Анатольевна – социальный педагог. Верхняя Очаковская средняя школа Ядринского района. Победителю конкурса социальный педагог года Чуваши в соответствии с указом главы Чуварской республики присуждается денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей. Лучшим педагогом-психологом стала учитель Траковской школы Анастасия Васильева. Номинацией «Дебют года» одержала победу преподаватель-дефектолог из Чебоксар Татьяна Мегушова. На Чебоксарском лицее номер 18 по мнению жюри работает лучший классный руководитель Елена Порфирьева. А педагог столичного детского сада Наталья Машанова завоевала почетный титул «Воспитателя года». Это не монотонная работа, это очень разнообразная работа. Она очень интересная, она не может просто надоесть. Тебя окружают дети, они дарят тебе свою любовь. За почетный титул «Учитель года» боролись более 20 педагогов. Все они победители районных этапов. Удача улыбнулась Ларисе Семеновой. Она преподает историю в школе номер 2 города Цивильск. Я работаю 13 лет. Учителем, как закончила университет, сразу пришла в школу. Это возможность постоянного общения с детьми. Она не дает грустить, не дает погружаться в свои какие-то собственные мелкие проблемы. Дети – это позитив, это положительные эмоции. Финалист получит главную награду – премию в размере 150 тысяч. Ну а позже Ларисе Семеновой предстоит побороться и за титул «Учителя года страны». Дмитрий Ковалев и Андрей Шоклев. Республика. Государственная Дума приняла в первом чтении законопроект, ограничивающий действия киберсекции. За последнее время в большинстве регионов страны активизировались так называемые группы смерти. С автором документа стала депутат Нижней палаты парламента «Чувашия». В эксклюзивном интервью нашему телеканалу Алена Аршинов рассказала, как в новом законе ужесточат уголовную ответственность для тех, кто побуждает детей к суицидам. Скажу, что Роскомнадзор только за прошлый 2016 год заблокировал больше 4,5 тысяч таких страниц, где размещалась информация, где велась переписка с детьми, причем с использованием НЛП-технологий, нейроангетическое программирование. Поэтому, конечно, достаточно страшное явление, которое нужно остановить. 26 апреля во всех российских школах состоится тестирование старшеклассников. В рамках акции «Проверь правознание» школьники ответят на множество вопросов по теме законодательства и проверят свою юридическую грамотность. Если дети попали в трудную жизненную ситуацию или вступили в конфликт с законом, помочь им могут только взрослые. Наряду с реальной помощью тем, кто уже стал правонарушителем, очень важно работать на опережение. Профилактическая работа по-прежнему остается важным звеном. Именно благодаря этому молодые люди смогут занять правильную жизненную позицию, считают ведущие юристы России. В общественном совете при МВД России решили в преддверии летних каникул с 26 апреля совместно с ведущими юридическими вузами провести всероссийскую акцию «Проверь правознание». Я помню в свое время посещение мною одного из следственных изоляторов в Москве, где в том числе меня интересовало, сколько молодежи сидит, какая молодежь сидит в наших следственных изоляторах. И должен вам сказать, что, конечно, то, что я там увидел, была грустная картина. В ходе мероприятия считаем необходимо провести в школах тестирование старшеклассников по вопросу знания своих прав и обязанностей. Хотелось бы попросить, чтобы эти акции проводились не только в преддверии, или не только во время каникул, но чтобы эти акции проводились ежегодно. Для того, чтобы привлечь внимание детей, ведущие юристы страны советуют искать разные формы правового просвещения. Что касается лучших региональных практик, то их определить только время. Возможно, именно они в будущем лягут в основу создания единой методики. Родион Архипов, Александр Петров, Республика. 22 апреля ушел из жизни артист Чувашского драматического театра, заслуженный артист России, народный артист Чувашии Геннадий Большаков. Геннадий Большаков окончил Московское театральное училище имени Щепкина и в 1983 году впервые вышел на сцену Чувашского драмтеатра. Он сыграл десятки ярких ролей, в основном главных. Коллеги говорят, он был таким артистом, для которого авторы специально писали пьесы. У Геннадия Большакова немало различных званий. В 2006 году он стал заслуженным артистом Российской Федерации. Добродушный, веселый, озорной всегда помогал. Он очень хороший друг. Всегда был другом хорошим. И очень хорошим партнером. Он очень много поддерживал на сцене. Очень. У нас было очень много таких ситуаций каверсных. Он всегда вытаскивал. У меня в одном спектакле, в другом спектакле. У нас такие вещи бывают, что текст забываем. Для меня Геннадий Арсеньевич Большаков был единомышленником. Мы понимали друг друга с полуслова. Он понимал режиссерский замысел как бы шестым, может быть, каким-то другими чувствами. То есть не нужно было даже много объяснять. Он из тех актеров, редких актеров, ну я даже мог бы назвать актером века. Актером века он останется для нескольких поколений зрителей. В минувшие выходные в Чувашии прошел рейд «Нетрезвый водитель». В ходе рейда задержаны 34 водителя в состоянии алкогольного опьянения. 12 из них отказались от прохождения медицинского освидетельствования. Шесть водителей повторно рискнули сесть за руль пьяными. Всего в рейде приняли участие свыше 100 сотрудников ГИБДД, а также представители общественных организаций. Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или отказ от медицинского освидетельствования грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от полутора до двух лет. А в отношении водителей, повторно севших за руль в нетрезвом состоянии, будут возбуждены уголовные дела. Максимальная санкция – лишение свободы на два года с лишением прав управлять транспортным средством в течение трех лет. В Большокотрайской средней школе Чебоксарского района прошел республиканский турнир по масс-рестлингу памяти майора милиции Николая Поручикова. Николай трагически погиб в апреле 2011 года на Северном Кавказе. Соревнование памяти российского офицера проводится уже в четвертый раз. Николай Поручиков в марте 2011 года был направлен в Дагестан в составе мобильного отряда МВД России. В неравном бою с террористами под Хасавюртом он погиб. Сегодня во всем мире террор – это главная проблема нашего человечества. И поэтому вот то, что сегодня наши россияне, офицеры российской армии против террора борются, и иногда, к сожалению, голову свои складывают. И то, что мы сегодня проводим такое мероприятие, это, конечно, очень важно, чтобы рассказать молодому поколению, что сегодня есть у нас такие люди, которые готовы сложить свои головы, чтобы защитить человечество от террора. В соревнованиях приняли участие не только школьники, но и жители деревни Большие Катраси. В турнире участвовали более 80 школьников из 10 учебных заведений Чувашии. Масс-рестлинг – не обычный вид спорта, а правила его достаточно просты. Для победы спортсмена нужно вырвать палку из рук соперника, при этом ноги упираются в доску, главное – удержать равновесие. По результатам турнира лучшими в командном зачете стали ученики Большакатрасской школы Чебоксарского района, второе место досталось воспитанникам Карачуринской средней школы, и третье место завоевала команда Синьел-Покровской средней школы Чебоксарского района. Большой хоккей под занавес сезона в Чебоксарах. Завтра, 25 апреля, в Ледовом дворце Чебоксара-арена пройдет традиционная битва двух столиц. Встречаются хоккейные команды Чебоксары и Барсы с Казани. Яркое мастер-шоу игроков, развлекательная семейная программа и нереальная хоккейная баталия – все это уже завтра в битве двух столиц. Для тех, кто не сможет прийти в Ледовый дворец, национальная телевидение Чувашии покажет битву двух столиц в прямом эфире. Начало трансляции в 18.20, а в перерывах матча в эфир выйдут информационные выпуски программы «Республика». После апрельского снегопада погода потихоньку приходит в себя. В выходные ярко светило солнце, и свежевыпавший снег в два счета превратился в весенние ручьи. В начале этой недели в Поволжье придет еще один циклон с Черного моря. На этот раз он принесет дожди. Сегодня и завтра зона осадков затронет весь юго-восток Чувашии. Из-за облачной погоды столбики термометра в эти дни остановятся на отметках 4-9 градусов тепла. В любом случае, к середине недели снег должен растаять, а дальше к нам придет антициклон, который установит солнечную теплую погоду. Наши новости программы можно посмотреть на сайте ntrk21.ru, а также в соцсетях. А я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире национального телевидения Чувашии. Милые дамы, Сержинетти представляют новую, стильную, модную коллекцию. Ваш яркий, неповторимый образ начинается в Сержинетти.